Печина, по которой ты борешься с па, что-то зная у тебя не на месте и страх. Смесь iR'n'B, блюза и электронной музыки – так определяют свой стиль молодые музыканты. Это выступление Амир прокручивал у себя в голове уже давно. Ещё подросткам, когда писал первые песни, мечтал выступить по-взрослому в родном Ноябрьске. И я вспоминаю её, мне сильно страшно красиво. Именно здесь ребята начали свой путь в мир музыки. Достигнув определённого уровня, Никита и Амир решили покорять Петербург, взяв с собой частичку Ямала. Да, мы уехали, теперь мы пишем музыку. И в рамках концепта всего этого мы всё-таки 89. Поэтому это очень важно. Потому что в Санкт-Петербурге, в больших городах, там очень такое размытое понятие о людях. Там каждый пытается что-то о себе сказать. Но даже, да, даже никто не хочет. Забывая про истинное. Совершенно верно. Родители – самые главные и преданные фанаты музыкантов. Для своих мам начинающие артисты по-прежнему дети, которых надо баловать даже на концерте. Поначалу я не совсем, конечно, всё понимала в творчестве его. И даже, честно сказать, не знала, что он сам пишет песни. Мне очень, конечно, приятно и дорогого стоит, что сын у меня, оказывается, автор своих песен. Музыка качает, а значит, пора танцевать. Ещё больше шума дали в зал ямальские артисты. Мне очень нравится. Атмосфера очень приятная, крутая. Сразу видно, что они зояборские наши ребята. Ощущается тепло. Концерт супер! Прям вообще бомба! Дебютный концерт Никиты и Амира продолжается 30 ноября. Они выступят в Салехарде и ещё раз представятся любви родному Ямалу. Анна Селеснева, Ярослав Кудренок. Времени мало. Ноябрь.